Северный поток-2 Если вы связались от новых санкций против компании-оператора Северного потока-2, его достройка становилась делом времени. Пам-пам-пам, все, до свидания. Теперь главный вопрос, что же будет дальше? И будем держать в целом вот такую планку, имея в виду тенденцию к снижению. Украинские политики и эксперты неоднократно говорили о том, что действующий Северный поток-2 «Угроза национальной безопасности Украины». В России никогда не скрывали, что главная цель строительства обходных газопроводов не просто отказаться от украинской газотранспортной системы, но и усилить политическое давление на Украину. Об этом, в частности, говорил в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме так называемый президент РФ Владимир Тупин, который связал продолжение транзитного контракта с Украиной политическими уступками со стороны Киева, прежде всего отказом от перевооружения украинской армии. Однако на Западе к этим аргументам украинской стороны не прислушались. Для федерального канцлера Ангелы Меркель и многих других немецких политиков Северный поток-2 связан прежде всего с энергетическими потребностями Германии. Президент США Джозеф Байден соглашается с тем, что Северный поток-2 представляет угрозу для Украины. Однако указывает, что у его администрации, видите ли, не было возможностей остановить достройку газопровода. Джо Байден признал, что строительство трубопровода практически завершено, и введение штрафных мер это уже не остановит. Однако в Вашингтоне обещают, и в этом, кстати, заключается суть договоренностей Байдена и Меркель, препятствовать попыткам использования газопровода как средство давления на Украину. И мы должны иметь это в виду. Сейчас, после достройки газопровода, главная битва развернется вокруг его сертификации. Прежде всего, вокруг того, сможет ли Газпром использовать Северный поток-2 на полную мощность. Работы все завершены. Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется по немецкому законодательству, небыстрый, по-моему, 4 месяца, значит, начало 2022 года обозначается. Пока компания-оператор Северного потока-2 проиграла судебный процесс, в котором пыталась отстоять право нового газопровода обойти нормы Европейского Союза. А эти нормы предусматривают, что новый газопровод может быть заполнен газом от одного поставщика не более чем на 50%. Однако судебное разбирательство – это не последний инструмент, к которому могут прибегнуть в Москве. К этим напастьям надо относиться как к неизбежному. Северный поток-2 могут зарегистрировать в качестве независимого оператора. Это позволит использовать его, пусть и с некоторыми незначительными ограничениями, на полную мощность. Но такая сертификация – дело не одного дня или месяца. Как дело не одного дня и даже не месяца техническая сертификация проекта. Этот срок может занять почти год, так что достройка газопровода – это вовсе не момент его запуска. Неприятное ощущение какого-то тотального поражения. Казалось бы, в этой ситуации в Киеве могут вздохнуть спокойно, ведь в данном случае отказаться от услуг украинской газотранспортной системе в Москве не способны. Но я бы не спешил с оптимистичными выводами. Все дело в том, что отказаться от услуг украинской ГТС в Москве все равно не смогут до 2024 года – периода, когда действует контракт на транзит российского газа. Поэтому в «Газпроме» пока могут особо и не спешить. И даже делать заявление о том, что готовы продолжать сотрудничество с украинским нафтогазом. Скажите, пожалуйста, когда достроится «Северный поток-2», ГТС Украина будет не нужна? Смотрите, у нас есть, во-первых, есть контракт с Украиной по поводу прокачки нашего газа. Мы прокачиваем в течение ближайших пяти лет, будем прокачивать до 40 миллиардов кубических метров. Настоящий момент истины наступит в 2024 году или чуть раньше. И мы уже можем представить себе, как будут действовать в Москве. Хотя бы по тактике «Газпрома» в этом году, когда существовала опасность усиления санкций против «Северного потока-2». Будет создаваться искусственный дефицит газа, повышаться цена на сырье, создаваться угроза холодной зимы. И одновременно будут предъявляться политические требования к Киеву. Но высказывания Тупина не оставляют сомнений в том, какими эти требования могут быть. Жестким предупреждением называет агентство «Блумберг» заявление Владимира Путина о перспективах вступления Украины в НАТО. Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, и от, не знаю, Днепропетровской до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красные линии или нет? Если взять то, что являлось бы опасным и неприемлемым для Штатов. Размещение наших ракет на Кубе. Подлетное время до центрального региона промышленного США, до Вашингтона, 15 минут. А для того, чтобы такое подлетное время сократилось до 7-10 минут, надо было разместить наши ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красные линии или нет? А для нас? Чтобы опасность проблемы 2024 не застала Украину и ее западных союзников врасплох, думать о возможных шагах РФ необходимо уже сегодня, как и о том, как этим шагам противостоять. Субтитры создавал DimaTorzok